Тут в комментарии под одним из моих последних видео некая мадам выдала главный женский секрет. Я сначала подумал, что она случайно проговорилась, но потом смотрю, нет, она специально палит контору. Зачем она это сделала, я не знаю, да это и не важно. Может быть ее сын попался в лапы какой-нибудь хабалки, но главное, что она сказала все по факту. Женщины изо всех сил пытаются нас убедить в том, что мужчины им не нужны. Якобы и зарабатывают они больше мужчин, и со всеми бытовыми делами могут справиться сами, да и секс им как бы не очень нужен, а с мужчинами они спят чуть ли не из жалости. Но на самом деле-то оказывается, что мужчины женщинам очень нужны. Причем нужны настолько сильно, что, как пишет автор этого комментария, разбирают даже самых плохеньких, лишь бы только штаны были рядом. То есть автор этого комментария прямо говорит, что для женщины любой мужчина представляет из себя ценность, хоть сами женщины в этом никогда не признаются. Поэтому мне не очень понятно поведение мужчин, которые делают стойку при виде любой фертильной самки. В комментариях под моим видео «Привет из 80-х» много мужчин написали, что на фотографиях изображены красивые, привлекательные, сексуальные девчонки. Да какие они красивые! Обычные среднестатистические самки, в которых вообще ничего особенного нет. И вот на этих совершенно обычных женщин вы кидаетесь, как на кусок хлеба в голодный год. Вы что себя, на помойке нашли? Баб вокруг очень много. Походите как по рынку, посмотрите, поприценивайтесь, попробуйте. Если не понравилось, то не берите. А если понравилось, то берите 2, 3, 4. Сколько вам нужно? И главное, не торопитесь. Ведь мужчина нужен женщине гораздо больше, чем женщина нужна мужчине. Вы без женщины прекрасно проживете, а вот она без вас нет. А где я найду жениха сейчас? Жениха? Татарстан Давидкен женихлар, татарлар. Минга, татарща, сюляшка, бркел, табыгыс. Будем искать. Будем искать. До каких будешь искать? Никто не подходит. Не подходит, не подходит. Ты сама не подходишь, наверное.